Христос рождается, славьте! Христос с небес встречайте, Христос на земле воспряньте, Пой Господу вся земля и с весельем воспойте люди, ибо Он прославился. Наступил праздник Рождества Христова. О чем он говорит? Таинство вижу необычайное и чудное. Пещера неба, престол херувимский, Дева, ясли вместилище, Где возлег невместимый Христос Бог. Все это слова из вечернего богослужения Рождества. Все это может услышать чуткое ухо пришедшего в храм славить рождение Богомладенца. Всему миру этот праздник провозглашает, что Христос – начало и конец всего, что существует во Вселенной. Бог сотворил Вселенную и человека. Бог же положит Вселенной конец, но не человеку. И рождение Сына Божия – это кульминация истории человечества. Рождество Христово – это праздник, который соединяет в себе Ветхий и Новый Завет. Он отсылает к прошлому, к роду, к семье. И в то же время указывает путь к Вечности, к Царству Божьему. Он соединяет материю и духовную природу, наш земной календарь и Божественное время, землю и небо. Христос – Солнце правды, показавшее миру свет и просветившее каждого. Ведь каждому человеку стала доступна истина. Не только философам, не только волхву и мудрецу. Этот праздник объемлет все земное бытие человеческое, раскрывая суть и цель человеческой жизни. Это вам не Новый Год, который лишь свидетельствует о с одного времени другим, то есть о суете-сует, о пустоте, о неумолимости закона природы, в котором рождение и смерть чередуются с безучастной жестокостью. Праздник Нового Года только на одну минуту полуночи из всех 525 тысяч минут в году дает надежду на то, что все будет хорошо и все мечты сбудутся. В эту минуту мы загадываем желание, правда, вскоре же забываем, что хотели для себя или в лучшем случае для своих близких. Вот так живет наша плоть. Ей доступно только то, что легко, приятно и быстро. Наш мозг в последнее время не любит долго сосредотачиваться. Нам не хватает терпения ни в любви, ни в верности, ни в доброте. И года мчатся вперед, как и наша жизнь, записывая в долговую книгу каждую нашу праздную минуту, каждый потерянный час, каждое ненужное и неполезное дело, как суету-сует. А праздник Рождества Христова дарит уверенность, дает крепкую основу жизни, он наполняет ее смыслом, как бы останавливая бег времени. Он дает веру во спасение, в прощение и разрешение от наших грехов, которые Христос своей любовью и милостью вычеркивает из долговой книги. Это не минута предвкушения нового, это сорок дней подготовительного поста, пять дней предпраства, когда Церковь вспоминает все пророчества и пророков, поет тропарии, возвеличивает Деву Марию, Матерь Божию, литургия в ночи и еще семь дней, насыщенных смыслами Рождества, длится сам праздник. Сейчас модно стало переходить на празднование Рождества 25 декабря по Григорианскому календарю. Но люди не задумываются о сакральности событий и дат. А ведь православие и так празднует это событие 25 декабря только по Юлианскому календарю, по тому исчислению времени, в котором родился и жил Христос. И для нас это важно. Мы сами на таких же основаниях можем предъявить претензии тем, кто празднует Рождество по Григорианскому летоисчислению. Они отмечают рождение Иисуса Христа 12 декабря, то есть раньше, чем положено. Но в целом это пустой спор, которым нас хотят поссорить. Истинная дата не знает никто. Тогда иудеи, в отличие от римлян, не праздновали дни рождения. Поэтому сам Христос не отмечал этот день, не накрывал столы, не было салюта в его честь, а значит, память человеческая быстро стерла дату. 25 декабря стало Рождеством только потому, что римский метроизм праздновал рождение Митры, рождение Света, Солнца. Христианская Церковь из миссионерских убеждений перенесла рождение Христа с 6 января на 25 декабря. А 6 января по юлианскому календарю остался праздник Крещения Господнего, который ранее был един с Рождеством Христовым, чтобы не возникало ересей по поводу человеческой и божественной природы Иисуса. Вот так все и осталось до наших дней. Но скажите, разве дата важнее Христа? Что такое светский календарь? В основе его лежит периодичность движения небесных светил. А церковный календарь соотносит наш мир с миром совершенно иным, духовным, нематериальным. Наше земное время с вечностью, с тем состоянием бытия, когда времени уже нет. И вот для того, чтобы соотнести эти несовместимые понятия, надо, чтобы вечность и время, дух и материя объединяло что-то или кто-то. И в этой таинственной точке, где пересекаются время и вечность, перед нами на кресте предстает Бога-человек Иисус Христос. Надо понять, что именно Христос, Его жизнь лежит в основе христианского времяисчисления, вехи Его жизни. Рождество, крещение, преображение, распятие, воскресенье – это те события, из которых строится церковный год. Не по месяцам живет церковь, но по событиям из жизни Христа. В канонах церковных есть такое правило. Пасха, то есть праздник воскресения Христова, непременно должна праздноваться после Пасхи Иудейской и не совпадать с ней. Почему это именно так? Спаситель был распят и умер на кресте накануне Иудейской Пасхи и в третий день воскрес. Если мы пользуемся старым юлианским календарем, то эта хронология сохраняется. А если переходим на Григорианский, то воскресенье может совпасть с днем распятия или даже предшествовать Ему. В этом случае изменчивое время, а не жизнь Бога-человека, кладется в основу богослужебного времяисчисления и искажает его. И самое чудесное, что именно церковный календарь подтверждает особые явления природы, ежегодно повторяющиеся именно в те дни, когда церковь празднует события из жизни Христа по юлианскому календарю. Многие из нас знают, что в Великую Субботу, накануне воскресения Христова, православной Пасхи, которая, как вы знаете, бывает каждый год в разные дни, в Иерусалиме на гроб Господень снисходит божественный благодатный огонь. Это удивительное зрелище. И однажды я был его свидетелем и даже участником. Зрелище, которое происходит каждый год при десятках тысяч свидетелей и снимается на сотне фотоаппаратов и видеокамерах. А другое соприкосновение Бога-человека с материей было во время его крещения, когда Спаситель вошел в Иордан и принял крещение от Иоанна. И поныне, в день крещения, именно по церковному, старому стилю, освященная особым чином вода делается нетленной, не портится много лет. Это происходит каждый год и только по юлианскому календарю. В этот день воды Иордана идут вспять, то есть река меняет свое течение на несколько часов. Поэтому лучше не спорить о датах, а любить Христа. Важно сохранять традицию, ведь она основана на краеугольном камне, а не на песочных часах. Часто говорят, что Рождество – семейный праздник. Это так. Но не потому, что он собирает за столом всю семью. Новый год в этом еще фору даст. Это было бы чересчур мелко для Рождества Христова. Рождество Христово напоминает нам, что у всех нас есть род. Но мы его знаем? Вы, дорогие телезрители, знаете, чьи гены в вас? Какие родовые грехи нужно искупать? Или знаете, кто из вашего рода был святой жизнью человек? И кто заработал для вас благословение небес? Кто молится за вас? Вы сами как? Продолжаете род ваш? Иисус имел родословную от Адама. Мы его можем прочитать в Евангелии от Луки. И, во-первых, это говорит о том, что первый человек был сотворен Богом, а не был неандертальцем. Во-вторых, Иисус был человеком, человеческий потомок, а не только Сын Божий. От первого пророчества о Христе, данное Адаму и Еве в утешение после грехопадения, до воплощения Христа прошло более пяти тысяч лет. После того, как народ Авраама и Исаака был выведен из рабства Моисея и приведен в землю обетованную, кто и должен был по пророчествам родиться тот, кто спасет всех, прошло полторы тысячи лет. Так долго и томительно ждало человечество рождения Сына Божьего. А почему? Потому что Христос должен был родиться от земной женщины. Она должна была его воспитать, воспитать в ополотившееся Божество. Было ли право у Марии на ошибку в воспитании такого ребенка? Нет. Но чтобы такое духовное совершенство воспитать в человеке, заложить такой сильный генофон, понадобились века. Пресвятая Дева – это дар, который все человечество принесло Богу. Лучшее, что люди сумели предложить Ему. А еще эти долгие столетия ожидания нужны были и для того, чтобы человечество испробовало и разочаровалось во всех своих земных измышлениях о бытии, чтобы сердце человеческое было открыто Христу. Так, философская мысль дошла до Платона, а на его концепцию человеческого бытия христианство легло легко и естественно, словно наполнило подготовленный веками сосуд истины, влило в него содержимое. Поэтому праздник Рождества – это кульминация истории ветхозаветного человека и начала новой жизни, нового времени, в котором человек может, если захочет, конечно, и грех победить, и мир воплотить, и покой своей измученной душе обрести, и к Богу вернуться, и Царство Божие уже при жизни наследовать. Я желаю всем нам, чтобы праздник Рождества Христова открылся нам в этом году по-новому. Желаю, чтобы Господь помогал нам, чтобы Господь по расположению наших сердец, видя наш искренний порыв защищать земное Отечество веру и родных, подарил в этот год Беларуси мир. Пусть радость Рождества будет не по форме, а настоящей, живой. Ещё желаю всем нам бдительности и интуиции, которую имеют все люди, с любовью делающих своё дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова